И еще один аспект, я думаю, что это поражение уже привело, не только приводит, а к ослаблению власти Путина внутри России. Я думаю, что разбор полетов уже начался. Это было видно, во-первых, по тем российским блогерам, которые освещают военные действия. Они высказывали... Потом мы видим 84 муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге, в Московской и в других населенных пунктах, которые напрямую обвиняют Путина в предательстве и предлагают ему оставить свой пост. Мы видим заявление таких персонажей, как Гиркин, который все время критиковал, так сказать, специальную военную операцию, говорил, что она ведется неправильно. А сейчас напрямую уже начал обвинять военное начальство. И лично Путина опять же в предательстве. Гиркин напрямую сказал, что Харьков это было предательство военных и все остальное. То есть вот начинается вот эта машинная возня уже. Понятно, что когда все идет успешно, все могут со всех телевизоров рассказывать об успехах военной операции, о замечательном наступлении. Вот первый провал российской армии, вот первое значительное поражение российской армии. И вот начинается уже разбор полетов. Продолжение следует...